Ну вот про вас статья написана, да. Работала с 57-го года, 36 лет. 36. Ветераны все 20, а я 36 лет. Вы супер ветеран. Сто лет яркой и насыщенной жизни. Ветеран войны Татьяна Терентьевна-Ветрова отмечает свой юбилей. Когда могла работать на производстве, перешла в Шинкинский СМУ. И работала в Шинкинский СМУ. Вот я заработала и квартиру. И все заработала. Все сама своими руками. С круглой датой химчанку поздравил первый заместитель главы администрации Дмитрий Кайгородов. Подарил холодильник и газовую колонку. Рада. Я не просила. Сами все подарили. И вот вас не просил, вы приехали. Дай Бог вам здоровья. В ходе традиционного объезда города Дмитрий Кайгородов посетил строительную площадку компании «Инвестстройкомплекс». На участке более 70 гектаров заканчивают возведение жилого комплекса на 509 квартир. Застройщик предусмотрел все для комфортной жизни. Детская площадка, детский сад, футбольное и баскетбольное поле, подземный паркинг на две сотни машиномест. Для озеленения подготовили 2300 кустарников. Также здесь планируют строительство школы на 550 мест, которые начнут в конце этого года. Словом, жилой комплекс на улице Грушина – пример комплексного благоустройства. Мы приветствуем таких ответственных компаний, ответственных людей, ответственных директоров. Мы стараемся выделять этих людей и понимаем, что чем больше мы им помогаем, тем лучше становится городу. Поэтому вот посмотрели сегодня, ну порадовались. Понятно, что здесь нужно еще до ума довести благоустройство, но осталось совсем немного. И мы думаем, там через два месяца уже увидим очень красивый, достойный объект. Кроме ответственных директоров, в Химках немало и креативных. Дмитрий Кайгородов посетил весьма необычное кафе вблизи станции Химки. Формат заведения – цветы и кофе. Все начиналось с цветов у нас, но когда люди начали ожидать букет, все просили чашечку кофе. Потом пошли пирожные, потом пошла наша выпечка. Сейчас даже дошло до выпечки хлеба. Ну то есть это цветочный магазин, где можно попить кофе? Да, или кафе, где можно приобрести цветы. Сейчас в Подмосковье открыто кафе только с летней веранды, так что этому заведению приходится работать на вынос. На сотрудниках маски, перчатки, а все поверхности тщательно дезинфицируют. Предприниматели нашли способ работать в карантин, однако ждут не дождутся, когда уже смогут распахнуть свои двери для посетителей. Ксения Брагеда, Николай Забродин, Новости Химки ТВ.